Эй, здорово ребятки! В общем, я нашёл ещё одну крепость, только единственная, я думаю, чё, особенность, потому что это действие происходит ночью, да, собственно, весь раж. Реально интересно, блять, в Steam, потом, потом Steam. Ну, я так просмотрел бы уже, ну, блять, реально, ребята, есть что новое, реально есть отличия. Да и в любом случае, крепостей давно не было, уже месяц, наверное, если не больше, ничего они нам не показывают, поэтому надо чё-то, надо чё-то заливать, надо чё-то показывать, надо чё-то не скучать, в общем, давайте посмотрим, что здесь вообще за хуйня. Я думаю, такой громкости будет достаточно. Ну, может, чуть тише. Это ещё с И3, блять, оказывается, оно где-то в пизде вообще было, Ютуба. Но здесь будет очень охуенный момент, который действительно стоит, чтобы на него посмотреть. Я не буду это переводить, мы все это уже всё знаем, да, вся хуйня. Уже абсолютно, мы, наверное, мы, наверное, о бигре знаем больше, чем этот чувак, который рассказывает эту всю хуйню. Нормас, нормас. Мистик-крепость такая прикольная, красивая, красиво выглядит. И, грубо говоря, чувак с арбалетом на карагоре. Это же новая фича, да, они на карагорах теперь тусуют. Так, ну, и если кто новенький, я думаю, лучше, ребят, посмотрите мои прежние ролики, я там объясняю, что они покупают, чё-то, чё за хуйня. Не, ну, в принципе, чё, здесь и так всё понятно, я думаю, чё, есть наши скиллы, есть скиллы крепости. Там у них тоже есть огненные метательные грауги, есть щитовики, есть огненные стены и не ломающиеся стены, короче. В общем, в принципе, всё понятно, чё мы тут купили пауков, купили себе ядовитых, ядовитые катапульты, купили себе берсерков и сапёров. В принципе, всё вкратце объяснил, чтоб если новенькие там, если чё, не обижались, что я их отгоняю, так сказать. Бля, у меня, походу, бля, пиздец, что за жизнь, бля, как не жёсткий диск, так видеокарта. Теперь какие-то артефакты вообще мелькают. А может, это не у меня, может, это в видео, я не знаю. Вроде я такого не видел в себя, ну, такого, прям, пиздец, в каждом видео, это только в этом. Ебать, они эпичные. Я и забыл, насколько это круче, чем первая часть. Бля, я заебался уже в первой части игры. Глаз. Да, у него в натуре глаз, у него, короче, повязка и там только одна дырка. Я прокляну твое тело, блядь, чтобы, блядь, ты стек кровью, блядь, разрежу тебя, нахуй. Вау, вау, маска, плево. Вот этот вообще. Щитовик просто вообще. Вау, такой брутальный мужик. В бой, короче, лузеры. Бля, я надеюсь, меня слышно за этими долбоебами, потому что... Давай вот так. Всё равно тут ничего, кроме ааааа, и звуков меча ничего нет. Бля, ребят, я просто охуел, когда просмотрел. Ну, просто увидите, что здесь будет. Не, ну я в принципе знал, что вариация оружия в игре достаточно большая, но я не ожидал, что прям такая хуйня была Арбалетчик хотел ударить в упор, но у него не очень получилось Мы почти убили Олахая 19-го левела, вождя причем Вот эти в шлемах, это, ну, работорговец, это Олахая работорговец, ну вообще, фу-фу-фу, убей его, нахуй, нахуя он тебе нужен Он, блядь, не прикольный, не гарный, зачем его, зачем он, ну просто, я бы его посрамил и выкинул, нахуй Ну, фу-фу-фу Самое интересное, что вокруг замедляется время, хотя Талион использует эльфийскую ярость, да, чтобы впадать в режим кольца А тут он просто в захват вошел и все Хотя это круче, чем первая часть, когда ты, блядь, берешь их в захват, а в это время подбегает какой-то бомж, бьет тебя и все, захват вбивается Нихуя он там всех чморит Я и забыл, какие Олахая клевые Геоу, геоу, геоу Хуяк Нихуя я крут убил, все, ге-ге Тупая пизда Это позор, опять хэштег позор, короче Ладно, капитан, ладно, вождь, ну, блядь, ладно, оверлорд, но, 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 но обычный бомж, о чем А зачем он пролезает мимо своих капитанов, это какой-то крутой вид Я что заметил, смотрите по карте По карте сейчас бежат наши капитаны, за ними бежит арбалетчик, смотрите на скорость арбалетчика и скорость наших капитанов Блядь, что? Он, блядь, на чем летит? На реактивно тяги, что ли? Он, блядь, просто, наверное, стремительный, у него скилл типа стоит Смотри, он бегает, он уже на точку прибежал почти раньше наших капитанов Здесь мойум момент, кстати, его казнят, так что, вот, смотрите, азади казнят арбалетчика Он его тупо в спину проткнет, знаешь, он такой проходил мимо, тупо, смотрите, смотрите ХУЯК! И выкинул, нахуй Классно, классно, классно! Мне уже нравится А зачем она бьется его капитана? Не, 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 ну я же все, блядь, ну пиздец, вот, вот смотрите видео, вот эти ролики всякие, и три, да, прям, ну не хочется больше играть в первую часть. Ебать тут Олахайф, и Грауга даже привел этот, щитовик Грауга даже привел. К себе в помощь, он, 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 он заебался в составе короноров и привел Грауга, короноров. Или это просто рандомно ходящий Грауга, да не, откуда он здесь бы взялся, блин. Хоглик Зераш, да, смотрите, Грауга пошел, мы же не покупали Грауга, верно, верно, он пошел рашить, лазить. Охуеть, Грауга по крыше лазит. Бля, ору. Вот, кстати, вот, вот это то, что я хотел вам показать, из-за чего я в основном и снимаю этот ролик. Вместо лука можно взять молот и швыряться молотком. Урон, конечно, идет меньше, но так как это легендарная луна, руна, 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 не луна, а руна, она дает тебе способности. Восстановление трех эльфийских выстрелов, когда капитан, ну, типа, оглушен, и дополнительная способность молота, это заряженные, ну, полностью заряженные броски, об землю они, как бы, действуют, как когда талия, он прыгает вниз, он такой, типа, тув, и вокруг него волна взрывная, типа, создает взрывную волну. На самом деле, вот, режим молота, я вам скажу, мне понравился реально больше, чем лук. Да, лук красивее, может быть, в каком-то моменте, да, может, как-то оно клеве звучит, там, стрелы клево, там, в голову улетают, но молот, вот, я просто люблю, когда тяжелое оружие, там, врезается в тело, знаете, вот, типа, в Монталс Блейд, или там, в какой-то игрушке, в которой можно ебашить чем-то тяжелым, допустим, Дарк Соулс, и, во, сдох, чувак. Ну, допустим, типа, берешь молоток и прямо к животяну, так, дууу, и он так классно падает, анимация, все, вот, смотрите, просто, ну, 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 прикольное же оружие, пиздец. Самая фича, то, смотрите, своих не дамажит, то есть, только бомжей, ну, то, вражеских бомжей. Ой, а, это рекрут, я думаю, мы капитана убили, опа, чирик. Классно, классно, что Грауи, ну, это же клево, блядь, игра вообще реально, ну, 10 из 10, блядь, какой-то рандомный капитан. Нахуй тогда мы покупаем Грауу, верно? Это реально существует как вариативность прохождения, то есть, зачем я буду тратить деньги на Грауга, если я смогу, допустим, купить дракона, а мой капитан приведет Грауа, а второй капитан приведет еще и Карагор. Ну, это просто пиздец, это реально клево. Вот это замораживание Интересно, а если наш чувак горит И мы его заморозим, то он же, соответственно Гореть больше не будет Ой, мы кого-то убиваем Бля, мне его шлем нравился Еще с первой части он типа убийца этих гномов Знаете, драйк киллер Бессмертный Древний, короче Endless Бесконечный, Endless это бесконечный, по-моему Ну, как Infinity Infinity Мне не нравится вот эта броня Хотя броня машин, ну, этих инженеров На щитовиках смотрится очень классно Но вот эти шлемы, вот эти легионские Я их вообще ненавижу, просто терпеть не могу Ну, может кому-то они и нравятся, но Мне не нравятся шлемы с горящим Типа внутри огнем Ну, это ж вообще беспокойно Мне не нравится шлем, вороны Оно, фу, оно Как бы бредово смотрится Граух, почему он не может залезть на стену И ебануть этих уебков наверх Наверное, им надо просто управлять Ну, он повторяет все фразы То, что каждый оверлорд будет уникален для каждого игрока Там типа все зависит от взаимодействия с миром Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-фу-фу-фу Мы это уже все расслышали Бля, восемь молотков Просто реально клево Так Вообще нереально классно Мне нравится Плюс замедление доступно Ладно, что-то если бы замедление убирало Смотрите, череп какой охуенный Просто графон Все здание в костях Типа, ну Класс, класс, класс Не знаю, я под впечатлением После игры в Shadow of Mordor Меня не особо Ну я, да, затянуло, конечно, там на пару дней Но уже сейчас не очень хочется играть А вот, ну, нашел этот видос Все, опять прям Все желание ждать Shadow of War Но альфа-карагор явно должен Быть пофикшен Чтобы у него было больше хп Потому что он как-то быстро умирает На нахрен Смотрите, на нахрен Пару Буквально пару бросков Четыре броска Хотя, может быть, усилены просто выстрелы Что вполне реально Бля, у Лохаеву даже рекруту Ничего не делают, эти ножи Он сзади в крысу стреляет А он уже брокен А, это брокен Альфа-карагор На нахуй Просто На нахуй Они улетают Тут просто чувствуется вес оружия Знаете, он будто его тянет Как молот Тора, типа Ой, я же забыл про этих задротов наверху Классно, что теперь можно Ну, блядь Склеймить на полу Вот это Двойное добивание С помощью призрака Типа казни Это все классно Это все нереально клево Допустим Из-за некоторых моментов Хотелось играть только Во властелине Ну, в светлого властелина Дилси А потом Хочешь, допустим Опять делать вот этих капитанов Типа Версус капитаны Типа Опять заходишь в обычную игру И опять захватами пользуешься Это бесило А теперь все в одной игре Все это клево Все это реально клево Карагоры могут стелсить А это было только в DLC Это охота Торвина Там карагаты были Типа они могли стелсить Но они еще и могли ускоряться В принципе Но в этой части, по-моему, нет Хотя хуй знает Я ж не знаю Может там прокачка какая-то есть Я ж не вкуриваю Я ж еще пока не знаю Все это, я думаю Обозреем в первый же день Блядь Вот как только Выйдет А что, интересно Можно молотком прямо На такой дистанции Хуйня Можно похилиться Как раз По-любому Есть скиллы На быструю прокачку Этого ярости Ну типа Эльфийской ярости Гляньте паркур Ебать Вот сейчас Анимация неловко смотрится Ну ладно А, он уже брокен Все А он уже изгорел Сам по себе Каким-то образом Может быть Его спалили Арбалетчики Вполне реально Может он просто Не неуязвим для стрел Вот и все В принципе Ребят Ну Спасибо, что смотрели Я думаю Вам тоже понравился Геймплей с молотом Ну просто Ну Я не знаю Ну мне как-то Теперь даже Лук не хочется Использовать Ну да Он дамажит меньше Хотя Мне кажется Будут руны Которые все равно Дамажат больше Чем лук Ну похуй В общем Инфу я вам показал Да Показал Крепость Потом Ну блин Реально Хотелось уже посмотреть На что-то новое Я даже пересматривал Свои ролики В надежде Что они выпустят Там какой-то Новый Новый видос С Shadow of War Вся хуйня В первую часть Уже вообще не хочется играть Скажу и вам Вот реально Не знаю как вам Но мне уже туда Вообще не хочется Заходить Вот как я не старался В общем Не знаю Удачи всем Да Любви во всем Вся хуйня Будем ждать роликов В надежде На ролики Вот этот красивый очень Я бы выбрал Мистик Берсеркера Будем ждать новых роликов Я обязательно вам их покажу Как только они выйдут Поэтому Всем спасибо за Внимание Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok